Те продажники, которые там у меня работают, они не будут продаж, понимаете, и там убрал я их, собственно говоря, тоже, понимаете, я не беру там топ продавцов каких-то там и работаю. Вы сами их отбирали, а как они попали? Они попали ко мне, ну, скажем так, по мере развития фирм, вот, то есть... То есть, то и вправо, давайте поднял, конечно, все, давайте честный вопрос, честный ответ. Да, то есть, и, собственно говоря, они не являются там, да, группой продаж. И мне нужно понимать, что на определенном моменте развития бизнеса мне дальше с этим что-то нужно делать. А вот нанимать какие-то компетенции, либо менять их, либо еще что-то такое, либо менять, ну, то есть, тут менять. Тут надо все, как бы, да, взвесить, и вы, опять же, вы же примите, как бы, да, то есть у каждого есть свой какой-то определенный бюджет, в том числе и на людей. Вот, конечно, хорошо там взять, нанять какого-то суперпродавца, который тебе обеспечит продаж. То есть, уходит положение, смотрите. Да, положение, что есть какой-то бюджет, хотя у собственного бизнеса, все бюджеты ваши. Вторая тема, что нужно понять какой-то продажник, который стоит полный день. Мы там сухили там, кто, перерыв, больше обращаться. Окей, я услышал, самое главное, услышал несколько оценок о том, что они не совсем компетентны, если правильно я понял, да? Да. Ну, мне это кажется, по крайней мере. Давайте это выбрать. Вот, когда у вас нет четкой уверенности, или вы не эксперт в какой-то области, вы говорите, мне кажется, это чуть смягчает ситуацию, да, как бы, потому что, когда я прихожу, сажусь к стоматологу, открываю рот, да, потом выхожу, у меня лицо перепошенное, мне импланты вставили, и я говорю, вот, мне кажется, что что-то пошло, я так. Потом через четыре дня приживается, да, потом все проходит, и я понимаю, что между других людей, которые две недели были с перепошенной ротой, и понимаю, что я был в мифах. То есть, если бы в тот момент, не являясь экспертом, там, в имплантации, я об этом бы кому-то сказал, возможно, причинил бы ущерб какому-то бизнесу. Поэтому, когда мы не уверены в какой-то теме, или мы не являемся экспертами в ней, мы бы говорим, там, честная моя мнение, личное, личное мнение, мне кажется. Окей, дальше, вы имеете на него право, ну, почему? Потому что вы руководитель бизнеса, вы недовольны, это значит, что есть вопрос, которым можно заниматься. Ну, руководитель бизнеса будет всегда недовольный, понимаете? Если у вас ничего не болит, значит, все. Это легенда. Судим об этом отдельно, хорошо. Кто-то сказал, что вы руководитель бизнеса всегда должен быть вот чем-то, там, воленый, дух черный, помещение. Вы должны получать удовольствие от того, что вы делаете. Ну, и там, и завтра, пока. Хорошо? Не слышно. Спасибо, спасибо. Смотрите, как меняется вот с прохождением, да, вот, круга, меняется формат подачи и вопросы, которые обсуждаются. Делали внимание? Здесь уходят элементы, которые были просто небольшой самопрезентации. Возникают вещи, которые, правда, затрагивают людей. Это интереснее. Дальше. Люди говорят о том, чтобы они хотели изменить свои организации. Вот это вот здорово. То есть мы доходим до этой точки, в другую, какие вас услышали. Дальше. Меня зовут Максим Смилок. Я уже представлялся на прошлом занятии. Меня не было просить. Я не смог просто. Я вас ждал. Смотрите, я занимаюсь промышленным производительным оборудованием. Я являюсь руководителем компании. Продажа для меня, это, наверное, становительное направление в бизнесе. Это бизнес многогранный. Но в связи с тем, что я руководитель компании, я все меньше и меньше этим занимаюсь. То есть я передаю эти функциональные свои обязанности Ивану, который тоже здесь сидит. Он роб и он тоже мне нравится. Ему тоже это направление нравится. Я так считаю. Как честно, это тем не вашим функциональным обязанностям. Это его функциональные обязанности. И вот вы их не передаете. Вот он с этим занимается, а вы ему помогаете. Не наоборот. Вот он идет в бизнес. Можно сразу думать? Перед этим говорили только, что собственно. Я хочу продать, продают. Если хочет, продают. Когда человек говорит, что я собственник бизнеса, и мой функционал продавать, это не так. Он говорит, что я имею право заниматься любым процессом. Я когда хочу подключаться, это точно не мой функционал. Функционал это то, что вы делаете, когда вам хочется, либо не хочется. Ему нравится продавать. Это хобби это для него, для собственника. Вот так разнообразно свой внутренний мир богатый. Но это точно не его работа. Почему? Когда он чем-то занят, он все переваливает на вас. И по идее, если вы в его функционал, ты говоришь, чувак, ты плохо делаешь свою работу. У тебя в функционале занятие продажами. Хочешь, а ты сейчас на переговорах по финансам. Понимаешь, да, как бы? Чуть другое. Поэтому, ну, разделяем. Там, он делает работу, вы ему помогаете, когда у вас есть настроение и желание. То, что вам это нравится, это здорово. Почему? Ему легче и приятнее. Он чувствует поддержку и понимание с вашей стороны. Это здорово. Это такое редко встать. Спасибо. Спасибо за внимание. Почему я сюда сегодня пришел? Ну, слово продаж на самом деле мне не очень нравится. Я не люблю слово продаж. Я больше нравится мне слово переговоры, слово заключение контрактов, партнеры. Как из учителей, по сути, вопрос. По сути. По сути. Пришел сюда, то есть, в принципе, наверное, какие-то новые фишки. Потому что бывают и подачи, и каких-то там навыков переговоры бить. Да, потому что всякие там конкуренты, которые нас давят, они не отстают. И мы должны тоже, наверное, быть первыми. Вот, если вы. То, что ты красный. Здесь, наверное, мы тоже должны быть первыми. Да. Иначе зачем быть в принципе. Окей. Хорошо. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо. Здравствуйте. Меня зовут Иван Кузнецов. За эту неделю страшно ничего не произошло. Поэтому я все так же занимаюсь промышленным и многоместительным холодом. Кто забыл? Вкратце буквально. Это ритейл, предприятия пищевой торговли, большие холодильные склады. В общем, все, что связано с холодом. Какие проблемы? Почему я сюда пришел? Я пришел сюда для того, чтобы... Я стихи очень люблю рассказывать. Для того, чтобы на самом деле зарабатывать больше денег. Чтобы зарабатывать больше денег, соответственно, нужно иметь больше знаний, больше компетенции. Ну, и так как я был на первой новой почте, на первой бизнес-школе, там, в частности, Александр рассказывал, что нужно всегда иметь несколько предложений, там должно быть лучше альтернативное. Что, как бы, скажем так, я... Нет, но хлеб, ну ладно. Успешно применил. Так как я знал, что, возможно, Максим пересядет и ты выйдет рассказывать что-то до меня. Подготовился. Кто? Продал. Что еще хотелось отметить? На самом деле, на сегодняшний момент запрещенное слово, да, вот, заменим, скажем так, неприятная ситуация. Скажем так, не бывает неразрешимых ситуаций, бывают неприятные решения, на самом деле. Кто их делает неприятно? Что? Кто их делает неприятно? Да. Всегда есть ответственные люди. На сегодняшний момент, какая, скажем так, какая-то ситуация именно у меня? Это то, что я понимаю, что я превращаюсь в тот, кого в лошадь. Ну, скажем так, компания начала очень быстро развиваться, пошел рост продаж, это видно, а все остальные, мы являемся еще производственной компанией, все остальные за этим не успевают до конца. Нету четкой организации, мы шатаемся, выбираем свое русло, свое направление, поэтому пришел сюда со знаниями. Так же хотелось еще, даже еще раз чуть-чуть распродать. Нам очень понравилось на первой бизнес-школе, вы рассказывали за переговоры в метро, и там была такая ситуация... Почется, я в этом году. Да, почему нет, я думаю, это близко, Валерико. Будет не метро, а в карту, но в принципе, все хорошо. Еще буквально минутку, опущу внимание, вы рассказывали как раз там, где профессиональные снабженцы, была такая тактика молчания. Вот я с этим столкнулся, и благодаря знаниям успешно прошел. То есть получилось отработать эту схему? Да, так же еще всем рекомендую вести протокол переговоров. Это тоже то, что задавал Александр. А в идеале записывать. А вставить ли кейс? Нет, там, да, там еще. Моя цель еще, точно так же, так как мы здесь собрались, чтобы не только получить знания, но и тоже проконсультироваться, рассказать, это полезный лайфхак. Не только получать знания, но и применять. Что-то подходит, что-то не подходит. Как-то так. Спасибо. Всем спасибо. Смотрите, с чем смогут? Сейчас прошу вывести. Сейчас. Нет. Мы там должны пройти, чтобы пойти дальше. Приятно, правда, видеть тебя, на которые пришли. Приятные кирповые слова. Из того, что там для себя извлекают. Ненапрасно делаем, значит, и по поводу подходов. О том, как остальным функциям воспевать за продажами, либо как продажам влиять на остальные функции, сегодня тоже поговорим. Часто вижу такие же вопросы, которые возникают. Когда одни не успевают собирать заказы, другие не успевают производить, либо наоборот, производят так, что за ними не продают, проговорят. Спасибо большое. Спасибо, Андрей. Очень приятно. Можно еще эту ситуацию? Ты худешь время, но они тебя проклянули просто. Ты же выиграли, либо так, либо наоборот. Хорошо. Добрый день. Меня зовут Сторожев Андрей, компания АвтоП. Интернет-магазин на 100 запчастей. Презентация будет развернутая, поскольку хочется, в общем-то, самому четче понять проблему, если их сформулировать, я думаю, я сам лучше их пойму. Запрещенность. Окей. Я занимаюсь достаточно долго автобизнесом, но не автобизнесом, а конкретно интернет-магазином автозапчастей. И имею опыт в электронной коммерции большой, как разработчика. Поэтому, когда, наверное, я стартовал, это была основная компетенция и основное преимущество вообще самого проекта. То, что казалось, что вроде бы технические специалисты, которые имеют опыт в этой индустрии, могут сделать жизнеспособное решение. Благодаря предыдущей лекции приходит понимание, но и не только благодаря предыдущей лекции, понимание того, что необходимо, в первую очередь, иметь жизнеспособную бизнес-модель, и хочется иметь долгосрочные планы, и эта бизнес-модель должна в них вписываться. И сейчас стоит задача, либо ее опровергнуть, либо утвердить, какую-либо бизнес-модель, то есть, либо продолжать заниматься, либо заняться чем-то другим далее. То же самое бизнес-модель, в общем-то, связано с отсутствием уникального товарного предложения на данный момент. То есть, мы ничем не диверсифицированы от конкурентов, которых на данный момент на рынке тысячи. Какого нет уникального коммерческого предложения? Реально уникального. То есть, не просто, где мы номинально, сформулировали его на бумаге. А мы действительно отличаемся существенно. И можем что-то уникальное предложить. Специфика бизнеса, далее возникают другие вопросы. Специфика бизнеса такова, что он достаточно технологичен, технологически емкий. К примеру, количество наших поставщиков 300, товаров на сайте 600 тысяч. Ассортимент, о котором мы знаем, 600 тысяч товаров. О котором мы знаем, это 20 миллионов. Мы, в общем-то, можем сказать, что мы специализируемся на каком-то управлении. Сколько из этих вот 60 тысяч? 600. 600 тысяч продается в месяц. Артикулов. Уникальных. Про SQ, да? Уникальных SQ. Значит, в месяц продается порядок 10 тысяч, но за год продается 50 тысяч. Поскольку к нам обращаются совершенно разноплановые. Это за 100% бизнес. Нет, мне правда интересно, я об этом узнаю. Значит, 60 тысяч активных артикулов, при котором вы работаете. 600, да. 600 тысяч. И 10% выстреливают в течение года. То есть, почему-то не могут быть другие все. Да, да, да. Нет, там, там, ну... Я откровенно сейчас, вот эта статистика не располагаю, спасибо, что как раз подсказываете. Мы обсудим, что вы поняли, о чем сейчас говорится, так? Да, я сейчас приду как раз к фазе вообще, зачем я пришел. Зачем пришел. Я занимаюсь долгое время бизнесом. Может быть, не очень много времени ему уделяю ранее. Сейчас уделяю больше времени. Поэтому, в общем-то, задача либо выйти быстро, либо продолжать им заниматься, но иметь конкретные четкие планы. Значит, мне не хватает управленческого опыта. Вообще он отсутствует. И у меня отсутствует управленческое образование. Поэтому, в общем-то, я пришел за образованием и точно так же за опытом, который могу от всех вас поучить. Что касается отдела продаж. То есть, предприятие необходимо реформировать. Есть планы, идеи по реформации, но, скажем, можно как проверять любую гипотезу. Можно ее реализовывать в каком-то маленьком масштабе и отбрасывать или принимать. Есть другой вариант. Это присутствовать, общаться с людьми и ранжировать гипотезу по популярности, к примеру. То есть, если кто-то из вас уже ее внедрил, и это успешный кейс какой-то, то нет необходимости его саму тестировать, и можно будет определить приоритеты. То есть, какие у нас есть гипотезы, из них отобрать наиболее действенные, и дальше уже их тестировать. Я в любом случае буду ее тестировать, просто их объем слишком велик. То несет собственник, который принял решение о выборе гипотезы на основании чужих рекомендаций. Кто согласен с ним? Собственник не согласен. Я считаю, что это нормально. Это правильно. Значит, поэтому интересные кейсы, опыт работы дальше других специалистов. По поводу отдела продаж. 9 специалистов на данный момент возникают вопросы. В частности, есть желание делать систему менее зависимой от человеческого фактора в целом. В общем-то, ну, правильно ли это подход, неправильный. Ну, то есть, как бы, предположение такое, очень правильное. Услышать дальше, в общем-то, опыт других штабирования отдела продажа. А у вас получается, вы не принимаете входящие из заказа, обрабатываете их сайта, правильно? И телефон. И телефон. Но это не активный звонок исходящий. Исходящий. Пока нет направления. То есть, как бы, по большому счету, там у вас есть, где выкидывать этих людей. Потому что в реальной деятельности, вот как у Александра, там где переговоры, там невозможно обойтись без человека. А в такой деятельности, ну, когда есть окошко, к которому приходят люди сами, и ты только просто принимаешь заказы, там там можно. Правило, у вас, смотрите, добавляем здесь. Кто сказал, что принимают звонки, ты не должен их систематизировать, у него там просто на таком все уровне, что... Тогда к чему? Когда у него есть те, которые принимают звонки, должна появиться новая линия людей, которые звонят дополнительно. Почему? Статистика, наше все. Да, я буду об этом поговорить. Да, там у вас... Большое количество таких людей. Вторая линия операторов, теоснабжения, которые разгружают менеджера, программа аттестации. Десять, там, скажем так, этапов, десять составляющих. Существующие программы обучения менеджера сократить для пяти, для того, чтобы стоимость и время внедрения сократить до двух недель, до одной недели и так далее. А склад у вас есть? Нет, склад, собственно, маленький. Еще не меняет, в цепочке поставок не расширялись. Да, так вот, еще, зачем сюда пришел, другие, кроме кейсов, могут дать статистику, к примеру, каким образом, какие мы можем поставить цели по своему отделу продаж, ну, не в абсолютных величинах, а в относительных. То есть, чтобы понять, в каком сейчас виде наш отдел продаж. Это зародыш или, ну, то есть, он на 50% созрел. То есть, какую долю вообще от возможности мы упускаем на данном этапе. Круто. Грубо говоря, примеры постановки, примеры мотивации, когда начнется получиваться дальше? Дальше, да? Сегодня у меня поздание, все нормально. Девочки, как работало? Меня зовут Андрей, я являюсь собственником интернет-магазина Агра Створк. Занимаемся мы продажей семян сельскохозяйственной техники и всеми сопутствующими товарами соответственно для посадки, там, обработки земли и смежных семян. Собственно, кип... Мы сталкиваемся. Это поначалу каких-то, получается, знаний, наверное, хватало достаточно для быстрого роста. А на каком-то этапе получается немного хаоса. Предприятие начинает все работать как-то, оно вроде бы работает, но в то же время не совсем работает. И, соответственно, хочется это все структурировать, чтобы это все было абсолютно продолжено по полочкам, чтобы процессы все были понятны, прозрачны. И, соответственно, этим можно было полноценно управлять, понимать, что можно лучше сделать, что можно хуже сделать. Соответственно, самая ключевая, наверное, на данный момент, это отдел продаж проблем. Точнее... Попал... Получается, что в интернет-магазине не совсем есть возможность прямых каких-то холодных слонков и так далее. Соответственно, нужно больше с маркетингом как-то работать, на мое мнение. Соответственно, в данном направлении проводится большинство экспериментов, то есть какие-то тоже, опять же, гипотезы, проверки, получается или не получается, смотрим результаты, опять что-то пробуем. Ну, как бы, рост есть, но он такой, хотелось бы намного лучше. То есть какие-то толчки должны быть, какие-то методики уже, которые уже проверены однозначно. Многие уже... Ваши листы проверены для кого-то других? Да, в целом, как бы, даже не столь принципиально об этом или не в этом, главное, чтобы они работали, чтобы они показывали эффективность и, соответственно, вот такое... внедряют это и я радую вас. Спасибо. вас 41 раз вы слышали, с прогноза у вас не получилось, не поскучило. Понятно. Какые потери, то, что имя нельзя называть. Да. Вам спасибо за саджевую активную позицию. Здравствуйте. Меня зовут Дешева. На таких держится наша, вот, просто там, слома и мир немогательный. Вот, спасибо. Не без различия, это важно. Не без различия в продажах важно в Гене. Спасибо. Руководитель отдела продаж, руководитель, в принципе, фирма. Давайте, что это разделять? В принципе, руководитель, или вы, в принципе, руководитель? Ну, вот так вот. Не понимаю. Официально руководитель отдела продаж. Хорошо. А официально собственник, кто, в принципе, является? Есть два собственника. А вы третий? Нет, я не собственник, я просто в продажах. Вы, например, делаете продаж? Да. И чего-то еще руководитель, или директора продаж? Ну, я, конечно, все. А сколько у вас сотрудников? Ну, конечно. Я не директор. Да, это клиент. Конечно, новые ручки. Ну, то. У вас нет руководителя, конечно. Менеджер. Менеджер. Да. Десять. А где вы себя ощущаете? Правая рука директора. Хорошо. Я не переживаю, но... Не поискользую. Смеление. В своем месте с собой не должно быть дружинности. Вы когда подходите в зеркало, там есть конкретный образ, который вы видите. Вот так у вас в мозгу сформировано четкий образ, кто вы есть. Если вы правая рука, то тогда вас дергают по всем совершенно вопросам, и вы не можете заниматься продажами. Потому что собственник может захотеть встречу либо кофе, когда вы встречаетесь с клиентом. И если вы ему правая рука, то он, в принципе, рассчитывает на кофе и на организацию встречи. И тогда клиенты по боку, и вы занимаетесь организацией встречи. И это есть хаос. И тогда ваш директор понимает, что его человек, который правая рука, не может одновременно заниматься другими процессами. Либо он левша, ему правая рука ни к чему, в принципе, только им дашь туда поддержать. Это будет честный вопрос. Я согласна, этим вопросом сейчас подраться и прорабатываю в этот момент. Обещайте поговорить. Да, уже начал. Дальше, там на посаде, что вы хотите не как правая рука, а там как кто-то, кто будет в организации, что вы будете делать. Обещайте. Да, да. Да? Все, пресное сердце. Хорошо. Поехали дальше. Вот. Интернет-магазин, инвентарь или оборудование для пчеловодства. У вас много сегодня. Кто занимается пчеловодством? Подымите руки. Юхин. Ну, понятно. Он не пришел. Так мы шли в деревню. Кстати, вот, я уже сказал, что с гривен, получается, что он не отзывал. Да, пчеловодство. Отлично. А, вот. По сегодняшнему глобу. Когда пришло письмо на почту, это все-таки заставило задуматься, зачем же я все-таки иду на, ну, конкретно, данный год. Ну, хоть так продолжим. Ну, я просто везде люблю ходить. Ну, везде все интересно. Умный вид из себя. Да, еще есть такой момент. Это я была на прошлой школе, но я умею слушать, не умею слышать. В этом году я уже чуть больше научилась слышать. Поэтому... Да. Ну, я не помню, что вы рассказываете. Я не помню. Я уже должна сделать себе ремарочку. Так вот. У меня есть два конкретных вопроса, но я их осознанно не написала на то, что потому что у меня не получалось сегодня прийти сюда, но сегодня планы поменялись, поэтому я приехала. А так как не получалось, то не было смысла как бы решать вопрос. А что у меня есть? Два вопроса. Это из крайности в крайность. Первое. Это клиенты, те, которые находятся в глубинках, скажем так, то есть те, которые не пользуются интернетом и не читают массово газеты. Это как? Это трига, где нет интернет? Нет, те, которые не пользуются. Но пчеловоды, больший сегмент людей там за 40, ну так, относительно средний, если брать, мужчины, тогда же больше, так как бы есть дедушки, которые покупают медовонки внучки. И так как бы дедушки могут сами выбрать, но мы их не можем никак выбрать. У меня у мамы три каунта дедных, у меня несколько страниц. Да, но я сейчас говорю именно за тех, которые вот, ну, в определенном месте находятся. Есть работающий кейс, называется он «Куплю волосы». Вот этот вот «Куплю волосы». Вот этот пример с афишами, приклеенными везде, во всех городах, куда ты не приедешь, вот он наверняка сработает для этих людей, которые находятся, черт знает. То есть это реклама на местах для людей, которые без интернетов, это есть вот один парень, который в двухсоттысячном городе раздал сто тысяч листов на уроке брейтанса. Ну, куплю. Какая его? Я не знаю, какой там эффект был, но начни, но тоже интересно. Мы просто работаем в Украине, когда нужно... Сколько есть двухсоттысячного города в состоянии, в принципе, для чего-то есть брейтанс. Я не знаю, но как бы я знаю. Они теперь все не работают, а там... А я участвую. Окей, нет, нет. Вот. И второй вопрос, вторая крайность, это новая информация по экспорту. То есть мы уже выходим на экспорт, но... Вы подали заявку, выборчили сертификацию, выставили документы. Вас, если катало, какие-то, кто хочет попросить, но там сразу... Ну, практически, мы просто туда подаем. Ну, как бы, да, получить, возможно, некую новую информацию и стоило, если и стоило. Спасибо. А еще я могу сегодня резко в сайт уехать, поэтому, если что, очень-очень. Спасибо. Читаю честно. Хорошо. Украина сейчас такой тренд, такой очень сильный. Направление сумасшедшее, интересное. Я прорабатываю некоторые там купания, делаю, помогаю в проекте. Это нужно относиться очень серьезно, потому что там миллиарды, чтобы было понятно. И у нас огромный потенциал с другими странами. К этому нельзя относиться в шутку или легко. Это можно зарабатывать много и хорошо, если на этом нужно серьезно заниматься. Почему потенциал с другими странами? У нас есть и это совершенно констер-пространство, где это можно делать. В отцовом в отцовом в отцовом в отцовом у нас есть понятие так называемое дикие брошенные деревья. В Европе вы не поставите ничего просто так, потому что первая же пчела, которая заведет ко мне дом в Германии, или будет летать над моим двором, будет сопровождаться таким иском, что вы не только продите пасеку, вы продите печень, для того, чтобы я ничего не писал. А у нас можно поставить в соседском дворе совершенно спокойно и вам будут говорить ну ничего, я его быстренько уберу, ну ничего, 7 укусов, нормально, никто не выдает, это ничего, убийца. Это полезно еще. Это даже полезно, если у меня есть и вы там, давайте выпьем, у меня из-за границы. А недорого. Да, вот как-то так. Это, ну, отдельный кусок, это правда, хороший потенциал услышал. У вас, что вы приходите в химис. Нормально. Добрый день. Меня зовут Зоя, я коммерческий директор. Соберите, смотрите, вот вы тут тоже все стояли, вы еще будете стоять. больше уважения. Я коммерческий директор такого производственной компании, мы занимаемся перинтерами, широкоформатным оборудованием и производим краску, производим фотопумагу и, собственно говоря, работаем на 4 страны. Мы показываем все страны СМВ. В продаже в 1400 человек у нас задействовано 250. Какой-то бренд вам, конечно? Это Мексист. У кого есть такой директор? Ну, было и много. Много. Порвоту и выдаст покупать. Совет всем, которые выходят. Название вашего бренда за спиной не проявляется, не проступает в неоне, поэтому произносите дальше. Это будет понятно и легко. У вас сейчас четверть зава людей, которые, в принципе, с вами уже работают. То есть, они должны вас слышно знать и наоборот. Те, которые не знают, они смогут узнать, что пока мы здесь равенственника договоримся. она нужна там 5-6-12. Вот так работает парень, это подключение живое. Ну, не сетябис. Вы же не сетябис, а парень. Отлично. Продолжаем. Если говорить о задачах, которые привели меня на данное обучение, это первая задача. Мы сейчас очень активно развиваем направление широкоформатного оборудования, и сложность, с которой мы столкнулись, это взаимодействие с продавцами, которые находятся удаленно. Сложно контролировать и контролировать продавцов, которые работают в Казахстане, Беларуси, Российской Компионации, Украине, находясь непосредственно в Капе. Оценка качества работы, оценка сервиса, и, собственно говоря, мотивация данных сотрудников. Второй момент, с которым мы столкнулись. Быстро спрошу. Что отличает находящихся далеко и близко сотрудников с точки зрения его правления? Ничего. То есть вы и местных не контролируете? Нет, контролируем, я имею в виду, для нас ничего, но потому что есть определенные цели, по которым мы контролируем как одни, как и другие, они одинаковые. С точки зрения психологии, на мой взгляд, так же читаются. Что именно? Вы видите глазы вживую, только по скайпу, уже как? Да, да, да. Потому что если сотрудник находится в Уфе, проблема в том, что мы его видим только в регламентированном виде, потому что скайп включается в документы. Как ум, а все, кто не заметил два слова, которые они запрошили, мы их не прописываем. У вас индугенция от меня, я вас писал, в себе тоже, продолжаю. Уфа. И, соответственно, ну, какой-то первый момент, да? Второй момент, широкоформатом оборудования, с которым мы столкнулись, но его уже решили, это матрица сезонности товара. Что имеется в виду? Широкоформатное оборудование имеет свойство сезонности, как и любой другой товар. Но мы разработали три остальных направления, которые перекрывают сезон. Ну, условно говоря, текстильщики, да, у нас закупаются весной, потому что у них сезон летный, да? Те, которые занимаются полиграфией широкоформатной, они закупаются осенью, потому что у них сезон зимой. Таким образом, мы построили матрицу сезонности и перекрыли четыре сезона. И в этом году я могу сказать о том, что это первый год, когда у нас все 12 месяцев, они сезонные, мы выполняем план. До этого мы четко смирялись с тем, что у нас все падает. Еще парнинг есть. Следующий момент, с которым мы столкнулись, это исходящая линия. Мы очень качественно умеем считать цели и организовывать входящие продажи и обслуживать входящие продажи. И понимаем цену цели по каждому источнику привлечения данных продаж. Но мы еще не до конца хорошо делаем исходящие продажи. То есть мы не можем нормальное качество построить исходящую линию. У нас исходящая линия обрабатывает B2B и B2C продажи. B2B продажи у нас построены достаточно хорошо. B2C продажи, когда фотосалоны, допустим, закупаются для собственности нужного большими объемами, у нас построены не очень хорошо. Почему? Не умею с ними работать. Пока я не понимаю. С какого с ними работала? Мы запустили это направление в 10 месяцев назад. Я не довольна. А это Харьков звонить во все вот эти страны удаленные? Ну смотрите, есть Харьков, безусловно, есть Double Kiss, такой замечательный источник. Мы понимаем наши клиенты, которые в Double Kiss размещаются в фотостудии. Мы изучаем этот бизнес, мы понимаем потребление этого бизнеса и соответственно уже звоним в определенные предложения по этому бизнесу. Следующий вопрос. А почему такое есть для внимания фото бизнеса, фотосалоны? В каждой бонус может быть отмечить. Массовая печатка уже ушла, осталась точечная. небольшой тираж печатать в высококосудочной фотографии. То есть, как бы, клиентов 20-ти меньше санкоплений. Фотосалоны – это как одно из направлений. То есть, это, ну, как бы, это одно из направлений, и в печать фотосалона. То, что мне показалось, это прошло у нас. Я посмотрел на фото, в Парькове взяла порядка 100 точек. Сейчас 15. Это одно из... Но, опять-таки, фотосалоны, они тоже сейчас уходят в определенные сегменты, ну, в политографии, да? А следующий момент – это, ну, та задача, да, с которой нам предстоит справиться – это как помогать нашим дилерам, актовам, которые у нас покупают, продавать. То есть, наша задача не просто загрузить наших актовых клиентов, дилеров, ну, как бы это было до определенного момента времени, а сейчас мы обеспечиваем маркетинговую продукцию, мы организовываем для них удаленные вебинары, мы их обучаем как работать с нашей продукцией, потому что продукция имеет свойство ломаться, зависать и так далее. Это, ну, становится не их проблемой, а эту проблему мы берем на себя. Если вы не решите их проблемы, это будут ваши проблемы, и у вас не будет продукция. Да, да. Но, опять-таки, и не только решение их сложности, да, но и помочь им продавать. Как спозиционировать? Мы обеспечиваем их плакатами, мы рассказываем, мы даем им консультацию, у нас сидит отдел маркетинга 30 человек, мы даем им консультацию, как ввести их сами, да, ну, допустим, как один из вариантов, да. Мы их выкладываем, заливаем… А что они делаете сами? Они ЧП-шники маленькие, ну, вот они… Вы можете тогда… Вы столько ресурсов тратите на то, чтобы помочь им, вы могли развивать свою родницу. У нас продажи увеличились два раза благодаря, там, во втором направлении. Ну, до того, как мы это не делали, сейчас… Я думаю, это вопрос… То, что вы говорите, это вопрос ливенья, почему потенциал там, правда, есть. Да, ему вот точно есть. Более того, с вашим подходом предложение, когда, по идее, франчайзинга входить к вам, это не просто логично, это здорово, это такая вот купол, огромная крыша. И вот, ну, спасибо, это… Вот, рекомендую. Это одно из направлений, которое точно стоит делать. Более того, мне кажется, что это будет настолько массово и интересно, что это станет трендом. Ну, вот, это будет хорошо. Так, Поворока. Пожалуйста, немножко чуть-чуть из-за вашей компании. Вот бренд оригинал… Да, это наш. Мы сейчас об этом немножко скажем. А сам вот головной офис – это Харьков? Харьков. Нет, Харьков. Он хакерская компания, он украинская компания. Изначально… У меня сложилось просто впечатление, что головной Орегистан… Потому что нас там больше, потому что Россия больше. С точки зрения филиалов. То есть Харьков головной? Да. Поставьте сголочку. Либо не ставьте, если много клиентов в России. Да. Я не помешаю этот момент. Если есть. Да. И еще о продаже. Если мы говорим о рознице, столкнулись с тем, что мы начали изучать цикл повторных покупок наших клиентов. Да, здесь увидели определенные закономерности, что мы очень хорошо продаем первый раз и пропускаем то время, когда нужно не ждать, когда к нам обратится клиент, а самим связаться с клиентом для того, чтобы осуществлять повторные продажи. Здесь мы запустили исходящую теплую линию. Какой цикл? Три месяца, если мы говорим о устройстве обычном домашнем и шесть месяцев, наоборот, шесть месяцев обычно в домашнем и три месяца, если обозначить. Да, вот так. У кого есть понимание цифров покупки по средней технологии? А если есть понимание, то не применяйте. Хотя бы есть понимание. Это эффективно? Да. Все, кто не поднял руки, заморожены. Отдельно люди сидят. Да, да. Не мешайте. Я потом вас поспрашиваю. И финальная задача, которая стоит перед нами, которая меня тоже сюда привела, это когда-то вопрос о магазине оригиналом. Да, у нас есть бренд оригиналом, и у нас, в принципе, есть бренды только собственного производства. Что мы начинаем делать сейчас? Мы еще начинаем продавать те бренды производителями, с которыми мы не играемся. И магазин оригиналом, он как раз становится мультибрендовым магазином, да, когда мы привлекаем те бренды, с которыми мы тоже начинаем работать. А европейские, европейские, как вы вообще рассматриваете? Мы рассматриваем, мы там даже были. В чем проблема? Проблема в менталитете, проблема в инструментах маркетинга, да, да, с которыми мы работаем. Проблема в стоимости этих инструментов... Вы меня остановили, я сейчас кое-что, благодаря вам расскажу, извините. Вот это действительно тот рынок, на котором еще много сложностей, да? Хорошо, есть такой вариант, куда вы говорите все страны. Вот просто оборудоваться. Что вы будете делать? Вот просто закроются границы. Все четыре страны закроются. И Казахстан, и Казахстан... Конечно, да, закроются, я уверен, что участвуют. Вы все равно поставляете контрабанды и так далее. Это все сейчас. Вот это закроется. Что вы будете делать? Что вы будете делать? Можно попробовать? Ну, в принципе, понимаете, это такой абстрактно очень. Это на месте закрывает. В основном это на месте закрывает. Нет. 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 Придут. Вот скажут. Закрыто есть. Ну, реально легко закрыть. Что дальше будет? Честный вопрос. Значит, давайте обозвращаемся. Проблема в манерево. А осматривали ли вы вариант, когда он всегда закрывается? Вы рассматривали ли вы вариант? Какой вариант любой бизнес всегда рассматривает? И тогда какое-то решение есть? Я просто, смотрите, я не совсем понимаю. Мы сейчас рассматриваем вот такие, что закроется весь бизнес одномоментно в четырех странах. Нет. Страна, которая не очень к нам относится, закроется этот бизнес. У нас есть трестные страны. И этот бизнес, ну, смотрите, если мы берем сто процентов, Российская Федерация там составляет далеко не самую большую долю и Украина побеждает, да, Российская Федерация в объеме продаж и украинской Федерации. Поэтому мы четыре страны. Нет, вы сказали, что вы больше в Россию на сайт. А Ольшварин понял, что... Больше фериалов, потому что она очень растянутая и больше фериалов для того, чтобы извечить продажи. Спасибо. А продажа первеной продукции, она оправдана? Ну, не идет ли она в разрез с интересами продажи собственной? Оправдана, потому что это разные сегменты. Мы продаем, ну, сегмент среди... То есть вы новую категорию клиентов получили? Таким образом. Ну, допустим, чернила ОСП, немецкий, да? Они... Или они динамики. Я подозрался от этого слова сегментация. У кого сегментирован бизнес? Кто знает там? Кто сегментировал своих клиентов? Ну, все остальные не поднявшие руки. Заморочились. Правда. Из этого это массовые блокировки. Там где бабушки приходят смс-ки про солодовые риски, а бизнесменам приходит о том, что там бринная карака теперь по минус 35%. Вот. Все, кто там ненавидит спам, не спамьте сами. Путь не спаму — это понимание сегментов и работа с адресными сегментами. Спасибо. Вот приятно. И финальный момент. Мы сейчас учимся зарабатывать на сервисе. Техника имеет свойство обслуживаться. Да, сервис — это достаточно глобальный сегмент заработка. Построение сервисных взаимоотношений с клиентами, когда мы решаем их сложности, которые возникают, построение долгосрочных отношений, когда мы привозим детали, которые требуют наши печатающие устройства, и заработок на сервисе. Мы сейчас выделили отдельное направление, которое мы монетизируем и считаем, сколько мы можем зарабатывать на сервисе. Это очень интересная информация. Точка возврата по сервису. Насколько чаще, чем средняя взорная продаж? Вот у Вас раз в 3 или в 6 месяцев совершают покупки повторных. А вот сервисные Ваши работы, даже повод обратиться к клиентам, это чаще, чем раз в 3 месяца или в 6 месяцев? Да. Здесь надо разделить два момента. Печатающие устройства, которые мы продаем, мы их не производим. Мы производим краску, чернила. Повторные продажи мы меряем по чернилам и по устроенным. Соответственно, да, обращение по печатающим устройствам, с ростом объема продаж растет процент. Это обращение сервисных, да, я имею в виду. Это, ну, как бы, закономерное. Там есть, ну, как бы, точки у нас в 3 месяц, сколько организаций, через полгода, да, а через год, когда доходит к сроку годности, да, гарантийных слов. Ответ на Ваш вопрос? Да. Обещаете? Обещаете. Да, да. Можно обозреть вопрос? Да. У меня сразу звонит, да. Я спросил Ваш критер. В Вами патента или даже 2%? Сердитиката. То есть, есть производитель цинкленов, да? Вы на него ставите, на их критер, ставите систему дискрепольной подачи в течение. При этом взламывается чип, который... Проганное обеспечение. Ну, нет, да. Рассказывают, как его каждый раз снимать, и тогда, на самом деле, мы еще не обновили его. Угу. Я думаю, что он, безусловно, знает об этом, а поскольку он к этому относится, да, это, ну, как бы, по разным моментам. То есть, Вы бизнес активно можете делать, а у Вас платно по столу. Я знаю, Ваш сайт там есть много. Посмотрите, чем там научиться. То есть, там, в видеокам... Ты что-то не знаешь, даже можно не из этих понятий, что платно нашел. То есть, идеально. Как видят, грубо говоря. Опять-таки, если Вы просто знали, они да, знают это. Вы растете? А насколько вот это все нужно для закона? Насколько в ремонте начали расти? Какой в Европе были? Вы сейчас не видели на вопрос. Какой закон? Смотрите, в Европе, на самом деле, мы же идем другими абсолютно вещами. А, то есть, в Европе, ну, как бы, 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 есть фотобумага, да, линейка фотобумаги, рулонной бумаги, да, там... Иисусам, например. Ну, туда идёт не эта вещь, туда. Туда идут картриджи. И поплы идут картриджи. И поплы идут СНП, но, которая и является, ну, струальными, да. А вот вопрос сопутствующий. Это сколько влияет на имидж международной компании, вы рассматривали? Ваша деятельность на территории Украины? То есть планировали ли вы их выделиться как бренд отдельная структура для того, чтобы себя позиционировать на рынке Европы, чтобы вот этот опыт... Геранского прошлого? Да. Продукт, конечно, не влиял на вашу компанию, которая торгует Европу. Сформулирую правильный вопрос. Ремонтационные риски вы рассматривали, если вы были на внешний рынок? Безусловно рассматривали, но, в связи с того, что мы были в Европе, были в одних моментах успешны, другие не успешны, поэтому оттуда ушли, мы были под нашим брендом, и, соответственно, это не очень способно. Жёсткий вопрос, я понимаю. Что вы будете делать, когда камер заворочится, и там, на битве, судя, ниже, ниже, ниже? Мне кажется, можно маленькую ремарку? Просто если я покупаю автомобиль, и принимаю решение по своему автомобилю поменять двигатель на большей мощности, мне никто не может запретить это сделать. Если они, если клиент осознанно идёт на то, чтобы поменять стандартный картридж на варианты, и он проинформирован о том, что устройство снимется с гарантии, то это он и есть чувство. Это его выбор. Это выбор. Более интересной стоимостью, и выгодами, которые получаются плюсы. И тогда риски потери гарантии, они на принимающие решения в стороне. Да? Да. Всё. Честно. Это как Apple. Это как у меня запчасти на съемке стихии. Ну, можно просто... Спасибо. Вот так ему репутационно риски несколько ниже. В принципе, с этим интересно. Сколько лет вашему бизнесу? Одиннадцать. Сколько? Одиннадцать. Сколько вы в этом бизнесе? Седьмой год. Очень много. У вас очень структурная подача. Всё то, что можно рекомендовать всем. Понимание и сегментации, и оценки рынков, и форматов продажи, и того, что вы делаете. Это вот один из кейсов, которые я просто всем рекомендую. То есть у вас в группе есть человек, у которого есть практически все направления, которые всем вам нужны. То есть и подготовки, и видеопатериалы, и выходы. Вот, ну... Надо вместе... Рад, что вы с нами. Спасибо. Спасибо. Там был вопрос ещё? Да. Вопрос про Кэнн. Ответом мы переделили. Вы задали вопрос про Кэнн. Что будет, если Кэнн... Да, смотрите. Репутационные риски, они не только в том, что вы заплатите огромные штрафы, а в том, что по поводу компании будет сделана пиар-компания, которое просто вас высветит в не очень хорошем свете. И для Европы это правда важно. Поэтому то, что срабатывает на территории Украины у нас... Ну, у нас у всех, у кого там легальный Windows стоит. Ну, а я уже забываю. Да, ну... И так далее. Не телевые программы, да, там, и так далее. То есть, но... Я к чему? А... Европите, правда, замарочился. И выбирая между вашей организацией, у которой есть след где-то здесь, да, и там, при выходе на европейские рынки, для многих организаций это будет жуткая табу. Ну, я вопрос к нам делюсь. Это правда, ну, там, хороший вопрос. Это правда риски. И... У многих могут быть контракты с Кэном корпоративные, который просто попросит с людьми, которые с ними жестко поступают на определенной территории, либо не вести бизнес, либо быть просто аккуратным. То есть, это вопрос, по что берешь. Пока этому светит не страшно, на будущее, пускай ваши ребята заморочатся тем, что вы будете делать, в случае если. Вторая часть, пускай, это будет при продаже сервиса, подаваться, как вы даже сказали, мне понравилось, они говорят, это свободная страна, покупая принтер, как покупая машину. Вы вправе либо остаться на гарантии, и переплачивать за сервис и масло каждый раз, по не менее чем до 30%. Либо сразу найти себе людей, которые будут нормально это делать. И тогда это более честный подход. Слушай. Есть еще один вариант. Можно продать свои деньги на сервис? Друзья. 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 Шикарная возможность. Хорошо, спасибо большое. Дальше. Какая-нибудь. 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 У них явно есть цикл. Всем привет. Меня зовут Антон. Я автоматик компании «Сандэ». Мы занимаемся в сфере строительных материалов. Прежде чем я рассказал о своем проекте, я бы хотел искренне выразить восхищение предыдущим участникам и масштабами компании. Да, это здесь. Основное наше направление – это благоустройство. тротуарная плитка, фонтаны, садовый декор, ограждения. В Харькове мы находим топ-5 компаний, которые по объему продаж этих материалов вывозят. О сложностях, с которыми я сейчас сталкиваюсь, расскажу, но прежде не легче сказать о планах на ближайший ход в нашей организации. В следующем году мы планируем вырасти втрое, открыть еще две выставочные площадки. Соответственно, с этим есть сложность. Нам до конца февраля необходимо найти 7 человек в отдел продаж, их обучить и подготовить к сезону. Именно 7? Да, 5 это отдел продаж, 2 это отдел сопровождения продаж, это логистика и другие нюансы. Сколько сейчас? Сейчас 2 человека в организации. Все продают? Нет, в продажах трогают. Возможно, может попал, сходить на ваших делах. Да. Где подажный? Вот. Соответственно, ждать каких-то советов, кейсов, как можно быстро и эффективно найти, обучить этих людей. Потому что эти планы, которые мы ставили на следующий год, мы их ставили в прошлом, но буквально сразу перенесли, потому что не были готовы, не было команды, которая это может защитить. Сейчас есть костяк, и нам необходимо отобрать команду, которая будет это все... Сколько собрали костяк? Ну вот, потратили год, а потратили год. Мы говорили, что необходимо нанимать каких-то продажников, которые... Я такое говорил? Нет, хорошо. Давайте подробно, как я понял. Вот. Мне кажется, что вы рекомендуете. Боже мой. Нет. Прямо говорю. Нанимаете по себе, костюм по себе, обувь по себе, одежда по себе, машина по себе, часы по средствам. Вот. Вот все вот так. Точно нет крутым продажников. Вы их не потянете. Еще раз, смотрите, чтобы закончить эту тему. Человек, которого вы называете крутым продажником, он крутой для вас. Он работает в корпоративной сфере. Он работает в компании, в корпорации Nestle, Danone, еще, в Coca-Cola он работает. И он там тупо постоянно получает по четверке зелени. Он не прилагает усилия, он не спит с начальником ради этого, он не работает по субботам. У него правда такая зарплата. Он не крутой. Он стабильно, нормальный для системы. То, что вы не Danone, и не Microsoft, и, грубо говоря, там типа Nestle, это проблема времени. Вы станете такими со временем. И потом сможете платить высокие зарплаты. Не нужно его проклинать за то, что он правда нашел работу, его выбрали из там тысяч людей, и валят ему типа по 100 штук, типа гривен каждый месяц. И не нужно его переманять в организацию, для которой заплатить 100 тысяч гривен в месяц, это значит заложить печень просто. Понимаете? Поэтому я точно никому не советую покупать ЕС Холдинга. Почему? Ему нужна будет служебная машина. Почему? Она у него тупо есть. Ему нужен будет понятный план развития на 5 ближайших лет. И он у него правда есть. Вы ему не нужны, поверьте. Получить от вас за квартал типа 300 тысяч и потерять карьеру в компании, в которой он работает сейчас, ему не надо. У него предел мечтаний 300 тысяч на доллар. Поэтому это вот как девушку водить в непонятный ресторан, она все равно узнает, что вы потом поклонясь даже редко обедаете. Нет смысла это делать. Вот клянусь вам. Почему? Вы разочаруете его, потому что он не знает, что вы не слышите, если вы плачете деньги, он придут их получать. И он их зарабатывает там. Это вопрос масштаба. Понимаете? Вот поэтому, еще раз, если вы хотите купить крутого продажника, зачем-то, не знаю зачем, вот фетиш у вас такой, вот просто закатили. Посчитайте, сколько вы вы сможете платить. И на встрече честно ему скажите, чувак, меня хватит на три месяца. И посмотрите на его реакцию. И если он все равно, он пойдет на три месяца, что-то у вас есть. Возможно, ему нужен какой-то челлендж, вызов. Вот он устал и хочет поменять свою деятельность. И тогда вы обсуждаете, ты понимаешь, что я тебе не смогу платить, как сейчас. Это будет честный диалог. Вот это вот нормально. И когда крутой продажник, который, я не знаю, типа бог в продаже батареек, пойдет в индустрии фэшн, потому что он захочет себя проверить, он скажет, я продаю биосерва в тонах, столько, что зайцев нет в природе, куда их засовывать, понимаешь? Мне надоело заниматься. Я хочу продавать красивую одежду. Я хочу ходить не в корпоративном костюме. Я хочу не служить на собственную машину. Дай мне шанс, чувак. Вот все, что я знаю про батарейки, я применю в твоем бизнесе. Ты говоришь, сколько ты сейчас получаешь? Ты говоришь, тут трешка у меня. Плюс бонусы квартальные, еще по году там какой-то. Но в среднем у меня четверка. Ты говоришь, вот забудь про нее. Если ты готов прийти сюда на честную пятнашку, добро пожаловать. И ее я тебе смогу платить минимум полгода, почему? Я надеюсь, что ты увеличишь продажи. Вот это честная беседа с теми, кто много продает. В противном случае, ты полен, у тебя просто там где-то, проверься, сдай килограмму, что-то в тебе внутри сидит не то. Я получаю 100 тысяч, ты меня зовешь на 15. Как ты думаешь, я пойду туда или нет? Понимаете? Поэтому первая иллюзия, что вы можете его купить надолго. Он вас может использовать для того, чтобы пересидеться между другими компаниями. И тогда кто здесь виноват? Кто здесь большая сволочь? Вы, который не можете его покровить, потому что у вас нет денег. Либо он, который с вас забирает деньги, потом точно с вами. Давайте. Если ваша девушка модель, а у вас на нее нет денег, прогноз нет понятия. Возможно, она станет идеальной женой, и она этого хотела. Она устала от модельной деятельности. А возможно, нет, и вы тогда будете ее забирать генем по аэропорту. Подумайте, что вы хотите. Поэтому возвращаем в рамку. Вам показалось, что я рекомендую покупать дорогих продажников. Дальше. Если кто-то захочет это сделать, взвесьте и пообещайте честно ему рассказать, насколько у вас хватит бабла. И если вы его зовете в проект, в целью прокачать новый бизнес, новое направление, позвать его, чтобы он аттестовал ваши 9 продаж существующих, это бомба. Почему? Чувак получит левые халявные деньги. Некрасиво звучит именно так. Он придет и просмотрит тех людей, которые у вас типа занимаются продажами. И скажет, вот это, вот это, вот это, это гниль. Убирайте ее. Она токсична, от нее просто пахнет. Либо вот этот чувак бомба, но он перегоревший. Дайте ему мотивацию. Вот для этого стоит их приглашать. Почему? Они тупо это видят. Они так живут. Это их мир. Но, точно не на постоянном. Еще раз. Вы им не сможете дать того, к чему они привыкли. И не они паршивые. Вот, ну. Это просто такой мир, где всегда кто-то есть крупнее. Дальше. Мы не мировые холдинги. Мы здесь сидим. Вот то, что я услышал, вот, да, про бизнес, который харьковский, который это, вот, идеально сейчас для меня. Практически вот близко к тому, что есть у того же Гэннона, Дэнона у всех компаний. Это здорово. И к этому нужно стремиться. Вы начинающий бизнес. Когда-то они начинали так же. И им было совершенно не стыдно. Когда-то собственник Дэнона банально молошек ввозил просто там и ставил, типа, бутылки с молоком лично. Проктор и Гэнбл. Чуваки начинали с того, что рассыпали эти все, не видишь, порошки. Они мылом занимались. Им варили его. Брали жир. Сдохлых животных, пардон, да, как бы. И варили из него мыло. Теперь это холодно. Потерпите. Вопрос времени. Только будьте настойчивы. Но. Не обвиняйте чужих людей, вот, просто в том, что они, да, вот, харьков. Почему так же они хотят много денег? Они их тупо имеют. Представляем, да? Такой гневный спич, чем вызван. Я слышу эту легенду о том, как купили какого-то дорогого продажника. Он не оправдал ожиданий. Да ему после, через третий месяц работы, зарплату, которую ему пообещали, перестали платить. Он собрался и свалил. Более того, он всем говорит, смотрите, вот эти больные люди, я сейчас не утрил, это реальные кейсы. Которые правда верили, что я сейчас приду, и у них продажа умножится на 94. Вдруг сказали, знаешь, мы посчитали, ты нам дорого обходишься. Чуваки, что у вас в планировании? Вы не знали, что он должен получать по четверке в месяц, когда я поджимаю ему руку? Нет. Вы вдруг поняли, что это много, почему вы им в этом не сказали? Да? Закрываем тему, поэтому крутые продажники нужны только как, внимание, конфликтанты, как люди, которые расширяют границы, как люди, которые аттестуют, но ни в коем случае не как костяк вашего отдела продаж. Либо у вас у папы есть завершен со времен Советского Союза, золото партии, и вы играете в бизнес. И тогда вам пофиг, вы покупаете легионеров как в футболе. Да? Вы в Черноморец можете купить себе Месси. Не знаю, что он будет делать в Черноморце, но вы можете себе это позволить. Все. Понимаете, да? Закрыли тему профессиональных продажников, которых я рекомендую, да? Отлично. Все, хватит. Я по-другому чуть сформирую. Спасибо. Мы в прошлом году набирали людей с, как нам казалось, большим опытом продаж и с навыками, но мы с ними не сжились. То есть у них и у нас разные моральные принципы, взяты на многие вещи. То есть мы можем что-то не так делать, можно по-другому делать, но... Я спрашиваю быстро, у вас есть медицинская страховка в организации? Нет, нет. У вас белая заработная хвата? Нет. Предусмотрим отпуск по 24 дня в влачную году? Да. По полной заработной хвате? Да. Сука. Одно сложилось? Да. По стоматологии с имплантацией, страховка для жизни детей, для жизни родителей. У вас получилось купить автомобиль, который, в принципе, ты используешь как служебный по завершению срока годности. Внимание, за 10%. Халявные, автопы, кофе, 18 видов. Я могу продолжать бесконечно. Почему? Я вырос в инфекультуре. И когда мне говорят, что у нас ни с ними не сложилось, у вас не могло сложиться. Ну, физически не могло. И это ни хорошо, ни плохо. Это два разных мира. То есть, ваш мир прекрасен. Почему? Он не предсказуем. А у него вот такая магистраль. И он знает, что он будет делать дальше. И вот те, которые уходят редко, они приходят, их задача просто, ваша задача адаптировать этих людей. И сказать, чувак, не будет того, к чему-то привык. Но будет офигенно интересно. Будут классные кейсы. И ты получишь те знания, которые ты не получил бы там за 10 лет. Твоя капитализация, стоимость увеличится в разы. Почему? И потому что, киска, вместо того, чтобы отсиживать жуку на даноне уже 15-й год, я пошел к людям, в бизнес которых было, внимание, там, типа, пятая часть от моего объема продаж. И поднял его 15 раз. Лично я. It's myself. Это я сделал. Понимаешь? Вот. Они не получают поддержки. Точно так же, знаете, им хочется этого комфота. Они к ним привыкли. Ну, никто не хочет ездить на машине, которая не ездит. Правда? Все. Поэтому, тема адаптации отдельно проговорим. Но вот, теперь понятно, что я не прижил из-за вас, да? Ну, чуть-чуть о других вещах. Говорим просто суток. Поехали дальше. Вот, собственно, это первый вопрос. И второй момент. Я буквально 10-го числа вернулся с командировки из Китая. И очень... Кто был в Китае этот командировок? Вот я вот всем советую. Прошение ограничения сознания. До сих пор. Это другие люди, возвращаясь сюда. Вот. И я наблюдал там картину, когда один производитель одному клиенту продавал объем товара, который продаю я, завтра. То есть, естественно, буквально там на следующий день появилась цель, ответ направление, продажа Европы и другие рынки. Если есть какие-то кейсы, которые я буду очень передать. Еще сложного в том, что делают китайцы, нет. И мы можем делать так же, а может даже и лучше. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо. 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 У меня есть слабая надежда, чтобы мы закончили двух представлений всех участников. Если вам правда интересно, пройти чуть дальше. Спасибо. Мне с вами очень интересно, правда. Вопрос только в том, чтобы мы куда-то двинулись дальше. Хорошо. Всем привет. Привет. Меня зовут Артур Сергей. Фирма Близз. Дела межкомнатной двери и накладки на входные двери. Нишевый бизнес. Пока у 30 было клиентов. Развивал это сам. Работников было штуки три, пять, тире. На протяжении шести лет. Это так. Два года назад придумал направление индивидуальная межкомнатная дверь. Это средний класс. И боремся с заводами типа Омиска, Папа Карла, которые в день делают мою месячную запуску. Что для вас в том, что вы просто стали делать двери, которые они делали? Я начал делать пленочные, но в цвете. У меня палитра тысячи цветов. Я в любом этом цвете и набрал таких ребят сейчас. Дехнический отдел, который может сделать любую дверь в любом цвете, в любом дизайне. Все, что хочешь. Моя фишка в том, что человек ко мне приходит и говорит, я хочу вот это. Моя задача только сформировать цену на этот продукт. И в принципе все. И здесь и для того, чтобы решить эту задачу, масштабировать этот бизнес. Так как я не привык управлять таким количеством народа. У меня было три человека. Сейчас шестнадцать, семнадцать. И эта цифра все растет и растет. Продает. Один доклингий сайт. Сарапанное радио. И дилеры, с которыми я работал по Украине за шесть. То есть это личный контакт со мной. А они уже продают мои дилеры. Бит-у-Бит. Продают розницы. Спасибо. Цены дешевле, чем по Парлам? Конечно. Но причем это. Она какая-то, да? Аблис? Аблис вообще ничего не делает, кроме полезки. Это ритейл. Кому нужны межкомнатные двери? Межкомнатные двери напишут о том, что любая маленькая. Но я не сталкивался с такими проблемами. Так как я не финансист, я производственный. Поэтому мне нужен опыт продажа и структурирования бизнеса. Потому что для меня это все равно видно. Давайте поправляемся. Вам нужен не опыт продажа, потому что мы опыт на этом направлении. Вы руководитель бизнеса. Вам нужен опыт и понимание того, что вам нужны люди, которые будут этим специализированно заниматься. Вы сейчас вышли от штучных изделий на Нос Маркет. Это здорово. То есть ваше предметное преимущество, которое вы назвали, замечательное. То есть, например, мои знакомые ребяты, которые занимаются под ключ работ любой сложности объектов, они будут часто и будут знать, что есть цветовая гамма, которую можно будет сделать от клиента. Потому что часто делается интерьер, и ты ходишь от двери конкретных цветов. Ты начинаешь выбирать из того, что есть. То есть если сейчас им сказать, что можно быть счастливым и заказывать только в первом утре, это там расширение. То есть это интересно, конечно. Папа лет назад заметил, что это получается уникальная транпозиция как раз на всей Украине. И никто этим не занимается. Потому что человек хочет вот такой, и он вкрадет на серу. Вот и всё. И люди готовы платить за это. Вот и всё. Красить или только пленка? Только пленка, но она может быть подплатена. Не красить или нет? Или только пленка? Вот с Петром, который здесь познакомился со столяркой, сейчас дарим подоплату и строим новое направление в подкасты. Потому что это более интересный вариант. У нас каркас есть. Ильва. Я знаю. Я у тебя чего-то покупал. Отлично. Я у твоих девочек чего-то когда-то покупал. Всё хорошо, но Ильва лучше. И мне кажется, что нужно. Хорошо. У меня вопрос. Я правильно понял? У вас дешевле, чем у больших. У вас индивидуальный дизайнер, который не может стоить даже тысячу. Тысячу. Тысячу, сколько-то дороже. А почему не дороже? Да, скажу вопрос. Почему не 500 разница? Люди готовы платить. Смотри, я объясню. Два года назад у меня было ноль. У меня была просто ламинация обычных накладок. Грубая накладки на входные двери. Это такая штука. Четыре процесса. Сделал готовая продукция. Всё. А дверь, она есть такая прословица простой, как дверь. Но она не настолько просто, как дверь. Вот у меня ушло. Типа эти два года. Сделали условно пять тысяч дверей. И наработали базу. Наработали опыт. Технологию. Опыт. Отрабатываем технологию. Я до сих пор играю, балуюсь, развиваю. Честно говоря, это мой вопрос. У него никому этим заморочиться. Дальше. Продавать дешевле проще. И уходят вопросы, почему ты, в принципе, дороже. Он говорит, Папа Карло знаете? Да. На штуку дешевле. У меня в доме двенадцать дверей. Двенадцать тысяч. Я знаю, куда их потратить. Мне не нужно ничего объяснять. Я говорю, единственное, пускай это будет настоящий цвет венгель. А не то, что называют венгель в магазинах. Да, грубо говоря. Все. Я приношу ему кусок мебели. Она совпадает. Я счастлив. На двенадцать тысяч я счастливее, чем типа с Папа Карло. Другая тема. Мне не нужно ждать, сколько будет Папа Карло. Потому что они говорят, ты там в семнадцатой в очереди. Мы тебя привезем. Я могу даже понаглеть и говорить, давай десять. Но типа мне нужно до конца месяца. Почему? Я хочу в дом заехать уже. Я задолбал. Такие есть. Понимаете? Да. Это вот пример, почему нет дорожки. Следующий вопрос. Если угрировать с такими большими капельками. Постает момент, когда нужно будет масштабировать производство. Уже сейчас. У меня этот момент сейчас поставлен. Поэтому я не покупаю новую машину. Да, покупаю. В общем, сослушаем. Смотрите. Мы сегодня говорили. Слушаем вопрос. Если у тебя индивидуальный дизайнер. У тебя собственная технология, которая отличается от их. Есть ли смысл масштабирования такого размера? Или можно на таких же отъемах зарабатывать так же, как в России? Вот это мне по нему тоже необходимо. Потому что на рознице я зарабатываю в три раза больше, чем на дилерах. И поэтому с существующим оборудованием мне вот здесь хотелось бы понять, куда мне двигаться. Двигаться и развивать, допустим, сеть хотя бы по Восточной Украине. Или развивать мне Харьков, я не знаю, Днепр. Поставить пару салочек и зарабатывать еще чего-то. Делать и делать в десять раз меньше. То есть меньше все затраты, меньше народа. Все меньше. Но заработок тот же. По головнякам меньше. Если ты не станешь покупать, если ты скажешь, что будет дороже. Нет, все будет прекрасно. Заработай дороже. Я знаю, куда мне двигаться в плане цены. Я знаю, насколько я дешевле. У меня есть анализ рынка своего и примерные модели, которые люди продают уже. И на мне зарабатывают люди больше. За счет того, что у меня такое предложение. Я знаю, почему ты уже сейчас не зарабатываешь стоимости для дилеров и не зарабатываешь больше? Уже поднимаем понемногу, но не поднимаем совсем по чуть-чуть. Умете слушать и слушать. Отлично. Теперь дальше смотреть. Сколько времени продажами занимаешься ты? А если? Было и человек. Начиналось все с... Вене, процент на сжатся правда. Вот сколько вот, например, есть рабочий день, либо общий месяц. Сколько продажами вообще не занимаешься? Вообще не занимаешься. То есть есть, я же обещал, я же ему уже говорил. Есть дуренький какой-то сайт полуживой. Туда какие-то люди заходят, не ходят так. А вот кому ты платишь за продажи? Никому. И кто принимает закажи? А есть всего лишь один менеджер, который обрабатывает заявки. Сколько он с тобой уже? Всего год. А до этого отель ты делал сам? Я был профессионистом, начали бы производство. Уборщица, продажи там, все. Есть еще вопрос. С дилерами ты работаешь? В основном да, но теперь на него пытаюсь переключить это дело. Модели, какие-то шаблоны? На Viber приходит фотка. Сделайте. Сделаем. Ага, нет, нет. Схема просто. На Viber почту как угодно приходит картинка. Мы все равно пишем, закомплейшем. Отлично. Ну, тогда вам не зря пришли, мне кажется. Мне кажется, да. Меня подманило в новую почту. Мне было непонятно, что хочет новая почта. Неужели лояльных клиентов себе? Странно, да. Что поддавливает эту почту? Что поддавливает эту почту? Или еще какие-нибудь? Верю, что почту будет нормально отправлять. Хорошо. Верю, что почту? Меня передам. Я сохраню этот вопрос на восьмое занятие. Хорошо. Хорошо. Дальше. У вас нет есть, да? Интересно. Бери мяч и… Вот просто. Да. Поэтому люди, которые занимаются консалтингом, не выйдут никогда. Это же золото. Я сейчас сижу, слушаю, да. Занимался кофе наденьким. Мне бы закончились визитки, наверное. Кто занимается полиграфией? Мне нужна еще тысяча идеи. Простите. Детское издательство Ярослава. С 2011 по 2014 год, когда я это начало заниматься издательством, мы удваивали продажи свои каждый год. В 2014 году мы просили, увеличили продажи всего лишь процентов на 45-50. В 2015 году мы остались почти на том же уровне процентов 10 в плюс. В 2016 году… Простите. В деньгах? В деньгах, да. Да, да. Ну и в количестве тоже. Я считала, что в большом количестве. Потому что у нас бизнес, конечно, очень сильно зависит от того, что все исходники. То, на чем мы делаем, это все деньги. Они покупают в основном бумага, краски. Все делается не в Украине. То есть это все приходит в западах. Это одна слабая, потому что всегда бывает интересно. В смысле? Ну, покупать там, а не здесь. Ну, вам же, наверное, хочется здесь красивую яркую книжку или два входа. В таком этапе, да. Получить то, что у вас есть. В отличие от него. Ну и, собственно говоря, в 2016-2017 годы меня со всеми порадовали. Поэтому я понимаю, что надо что-то делать. Потому что мы подруцовываем. Реально подруцовываем. И я думаю, что надо что-то делать. Ассан поджимает. Ассан поджимает. Ассан? Ассан нет, не поджимает. Мы работаем немножко в разных местах и по разным вопросам. Мы не конкуренты. У вас есть другая операция. Мне всегда было интересно, люди, которые не поджимают друг друга, там собираются ли они, делятся они какими-то вещами, разрабатывали новые концерты, местные программы. Вы понимаете, бывает очень по-разному. Допустим, мы сейчас прожим тоже с детским издательством, которое называется «Автра». То есть они, может быть, не супер-копер-развешеные. То есть, может быть, люди возьмут свои детские книжки, и, может, они такую книгу не увидят. Но ребята, которые работают очень классно с дизайном. Я поняла, что они работают в другом ценовом диапазоне, в принципе. Очень дорогие книги. Я понимаю, что я сижу в среднем ценовом диапазоне. Поэтому я могу ее, дорогие книги, сделать более дешевыми, более доступными. В другом формате. Она на этом заработает деньги и сможет выпустить свои дорогие книги и меньше. Она их продает дольше и тоже на этом зарабатывает. Кто покупает книги? В детстве у нас, наверное, она вообще работает. Детские, например, покупают книги только дорогие. Разные все есть и дорогие и недорогие. Только дорогие для детей покупать невозможно. Потому что где-то что-то нужно вылетать, где-то что-то нужно распространить. То есть вы распространку не будете покупать за 300 беев. Ну, вы, наверное, будете, но это, наверное, редко. Вот. Я вообще не буду. Ну, удивитесь. Хорошо. У господ-экранции прокатило пустую. Вы собираетесь вместе. Какие-то программы у вас совместно есть? Вы знакомы? Какие все общаются на выставках? Нет. На выставках все просто общаются. Помимо всего прочего. Совместный стенд, имею в виду. Да, вот какой-то. За рубежом. За рубежом. За рубежом. На совместный. Все хорошо. Супер. И плюс бывают наши тематические, там, лидературные штуки, например, ликвец для видателей, там, какая-то, какая-то. Там тоже общаемся. Отлично. Есть спектр для того, чтобы... Мыши. Нет. Продолжение для вас будет опять в два раза. Все. Я хочу там за границей верить. В два раза. Вот общаясь со своими друзьями сегодня в Штатах. Если бы я походя сказал, что у меня бизнес вырос всего на 45%, я бы мог бы там, отключил бы скайп, отключил бы заново, потому что он послушал раз, да? Смотрите. На принятии вот того, что происходит, всего лишь на 45%. Хочу поднять бизнес в три раза. То есть мы понимаем, что это бизнес, это ТВР. Правда, можно поднять, я вам всем полностью верю, но это динамика, которая не будет вечно. Чтобы вы просто понимали, всегда есть какой-то потолочек. Да, да. Я прекрасно понимаю. Я понимаю, что мы не заняли полностью свою нишу, которую мы могли бы занять. У нас есть потенциал. Мы еще можем себе позволить увеличивать эти два и три раза, по большому счету. Нужно понять, как правильно одну ногу. Преложить усилие. Жестой я просто вас спрошу. Вот когда был год, когда вы выросли всего там на 10%? Вы же тоже понимали, что ниша, она там, вот, доросто есть? Ну, конечно. Что не сыграло тогда? Да вот, честно говоря, это офигеть. У кого так еще? Вот, да, вот. Ниша есть. Два раза расти и сами делались. Я не делал. Это неправильная оценка ситуации. Скорее всего. Потому что, во-первых, наверное, курсовые вот эти девальвационные процессы, блокировки границ. И некоторые... Это ошибка на этапе анализа. У меня было... Планирование. Планирование. А, планирование. Вот. Мы хотели четыре раза поставить. Собственно, в четыре. То есть, сейчас, понимаем, в два раза, ну, еще там полтора месяца, ну, что-то да. Собственно, в четыре. Нет. Нет. Вот что курят эти люди в четыре раза? Нет. Это вопрос. Нет. Ну, если они... Если продажа на 100 тысяч, ты покупаешь. Если продажа на 100 миллионов, ты или 4 раза. Попробуй. Хорошо. Спасибо за гордение. Толерантность и надеюсь. Это одна из чем, которая присутствует правильным людям, которые занимаются продажами. Да. Спасибо большое. Спасибо вам. Знаете, самое приятное слышать человеку, это его имя. Поэтому еще раз представлюсь. Вадим Сорока. Скажите, пожалуйста, у меня к нам вопрос. Когда вы слышите такое понятие, как лампочка? Куда же лампочка дома? Куда вы идете? Что у вас переном приходит? В эпицентре. В эпицентре. Правильно? Кто еще? Ну, какие есть? Нет. Ближайший супермарк. Куда вы пойдете? Ну, то есть, понимаем. Ближайший супермарк. Вам выйдет другую информацию. Да. Вайдер. Ну да. Я занимаюсь стадионом продукции. После первой бизнес-школы я занимался магазином. До этого был ред-магазин у меня. Такой, скажем, маленький прорыв для меня. Но в то же время и тягали. Скажу вам честно, маленькая предыстория. Почему я занимался лампочками этими. Так сложилось часто путешествие по миру, по Европейскому Союзу. И мне хотелось, знаете, очень хотелось в нашей стране принести какую-то пользу большую. Реально я видел, что в Европе вот здесь в стадион ламп, освещение, реклама стадионная. У нас такого не было. Ну, было там редких случаев. В Киеве, Харькове, Воливоге. Скажу вам честно, начал тему пробивать. Очень много учился, но никогда не занимался бизнесом. Начал заниматься сам, соответственно. Нашел себе дилера. Нашел дилера в качестве Харькова Бравошова. Поехал, купил по ценам нереально большую. Скажу вам честно, за 300% у них была прибыль. Скидку делать. Ну, это не важно. Прогорел я. Но скажу вам честно, я это мог забивать. Но когда я сделал первую продажу без магазина, просто пришел человеку там, скажу вам честно, отвечал там храм. Есть такой храм, знаете, там в Полтаве есть храма большая, там церковь другими словами. И когда, получается, я продал первую парню лампочек, стадионную лампочку, у меня она обычная. Ко мне подошел человек, он продавал, и просто пожаловал руку мне. Я обнял мне. Спасибо тебе большое, мы сэкономили 50% у них света. Мы же везде, говорят, свет. Мы сэкономили на день. Обнял мне сэкономили. Спасибо тебе большое. В церкви? Да, да. Чего там? Ну, там менеджер, епархия была. Менеджер, который занимается куклом. Менеджер и панцом. Честно говоря, да. Такой тоже есть. Ну, давай книжки. Я к этому, да. Ну, конечно, в смысле. Ну, та же организация. Да, да, да. Еще круче. Да, да. Да, да. Тоже самое. Для меня это как товаризм. Потому что он партнерский. Да, без спортивного партнера. Да, да. Поэтому для меня это была мотивация. Я понял, что это такой маленький знак для меня продолжает. Опыта, к сожалению, не было у меня. Я открыл интернет-магазин, заплатил опять же трое долларов на сайт. Скажу вам честно, сайт, в принципе, дал свои плоды определенные. Люди звонили, интересовались. Вот. Потом я поступил из-за школы, который был первый год. Вот у нас, вы тоже приколовали, слушал ваши лекции. Для меня были ваши уроки. Открыл магазин. Два магазина открыл. Скажу вам честно, вот еще такие нюансы маленькие. Я когда продаю продукцию, да, я продаю ее не как то товар, а как свое имя, как себя. Потому что Болтава был маленький из Болтавы. И, скажем так, все тебя знают. Я еще и публично, скажем так, сейчас я выбрался на мероприятиях в Болтаве. И поэтому сделал выбор на качество. По большому сожалению, конкуренты, которые занимаются технологической продукцией, продавали китайские лампочки. Лампочки, которые низкого качества, и, к сожалению, не смог с ними конкурировать. Это для вас неожиданно было, что они начали продавать китайские лампочки? Ну, не то, что неожиданно, но неожиданно, что прямо настолько ожидают сильно плохие лампочки. То есть у меня лампочки, вот, продаю раз на пять лет. Я в них уверен. Я своим именем так выбрали всего, а не обычной лампочкой. Я продаю себя, получается, к своим клиентам. Вас не пробишь, давайте. Смотрите, это не на понятии. Вы продаете лампочки, ваше имя влажно, но репутационные риски от того, что вот конкретно с господином Сорока я больше не буду работать, и у меня на кухне не будет света, они неизмеримы. Понимаете, да? В Украине там 30 плюс миллионов людей, каждый купил по лампочке, она некачественная, перед вами, там, вы там 30 миллионов раз извинились, и вот плюс на 30 миллионов. Чуть-чуть другое. Это когда у вас есть бизнес, который влияет на какие-то определенные процессы, и вы вносите это все дело. Тогда да. Либо когда у вас магазин, домашние колбасы, там, коровянка, которую вы делаете, она такая идеальная, что вы говорите, это вот, вот это Сергея. Батько робот, и вин робот, и там, яды будут роботы, и мы уже там третье поколение ест вот трое. В Германии так построен бизнес. Вот есть пиво, есть бары, куда люди ходят, выпечка. Вот в мире, где типа мы там на Марс прилетели, люди приходят и покупают домашнюю выпечку. Вот думать здесь просто так. Поэтому репутационность чуть другое. Ты публичный человек, это здорово, это важно, но они все равно хотят цена-качество соизмеримое. И тогда вот Китай, он пока, ну, его я танцую Китай, взял обычный Китай. По-честному, он не он. Качество просто знает. Не хочется, правда, чем он пришел здесь и сказал. Слушай, как это звучит. У меня китайский Китай. Настоящий китайский Китай. Не китайшина потреба, а Китай-Китай. Заводской. 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 Это смешно, на самом деле. Это работает. Извините, я дополню, у меня продавцы, когда рыболовные снасти люди там заказывают, катушки какие-то говорят, ну, это же Китай. Там говорят, нет, это не тот Китай, который в подвале же там будет, хотя мы не знаем, как оно происходит. Когда происходит это, то есть они работают с этими возражениями, это действительно работает. И тогда давайте вот тему, у меня тоже Китай, но он другой Китай, подавать людям так, чтобы они понимали, в чем преимущество. Потому что мозг потребителя, которого нужно снуть лампочкой, не воспринимает никто от отличий. Ну, давайте. Ему нужно дать четыре направления максимум, и то два из них будут не задействованы. По которым он поймет, в чем разница между Китаем и Китаем. Да? Хорошо. Возвращаемся. Тема с мотивацией. Вот я там утащу себе за хромат. Бомба. Обнялся и просто вот. Ну, в общем, с такой небольшой нюансиком, да, который у меня подошел. Второй нюанс, я считаю, для меня там, у меня бизнес и то, что я, скажем, мышление более такое, опять же, в Европейской, я решил начать с бизнес по-белому, там, белой зарплаты, то есть, владеть налогой и все, и понял, что это не совсем, скажем так, неверно получилось. Это правда, опять же. Откуда деньги, вот скажи мне? А у меня все это интересно. Откуда деньги уже нет? Вот золото, парни. Вот мой инвестор, признайся. Ну, в инвесторах такого не было. Я начал бизнес, опять же, начал работать с корпоративными клиентами, и за счет этого заработал деньги. То есть, продавал в школу, продавал со своим знакомым. А мы в Яблоках продавал. Да, продавал, продавал знакомых, это не маленький, у которых заработал. Я так понимаю, что я такой, человек продавал такие, с таким образом заработал маленький битал, да, который решил вкладывать, ну, противить свой бизнес. Начал, скажем так, самое важное, это платить налоги. Для меня это казалось, да, в этот момент. Я потом уже понял реальность такую, да? Как вы это все понимаете? Но все люди делают решение, ничего не поделаешь. После этого, безусловно, я каждому человеку, который работает, сделал оп, а не платить за него налоги, это все продавал, как там я так, опять же, подскажал мне битвы школы в том году, как правильно сделать. И открыл два магазина. Соответственно, магазины, к большому сожалению, не дали такой эффект, как я ожидал. Почему? Потому что я первым словом, куда летят взламочка? В эпицентр. И вот у меня такая цель для себя лично поставил, да, это конкурировать с эпицентром. Возможно, штабная, возможно, не спорю. Ну вот ваша амбициозная цель, чистая вот его. Я согласен, но в любом случае, нужно это делать, нужно стараться, и поэтому, если пришел, то нужно учиться. Что нужно? Можно конкурировать с эпицентром? Мне кажется, для того, чтобы, как у меня с эпицентром, я должен выбрать, что-то такое, как бы, стратегию определенную. Во-первых, во-вторых, мы найдем свой, который в компании, там, у меня работает, там, четыре человека, да? Там, у меня два продавца. Ну, четыре человека имеется в виду. Одна Масина, два продавца. Ну, соответственно, я. Я не занимаюсь там продажами, не влияет на это никак. Я просто, скажем, как наддательный совет. Я просто обучаю, и все. И вторая цель, почему я сюда пришел. Опять же, для древних эпицентра, да, у меня там работает друг, который мне с моими словами сливает, да? И он сказал, что люди вкладывают очень много свой персонал, то есть они обучают, и все. Поэтому я приходил сюда, хочу, чтобы они тоже обучались, как бы, росли вместе со мной. Вам не будет цель. Здорово. Спасибо вам большое, что вы это. Спасибо вам. Можно вас провалить? Да-да, конечно. Здесь диодный балочник. По 50 китайцев или для каких-то хороших постов. Сервис, гарантии есть? Конечно, гарантии. У меня гарантии так идет. У них гарантии два года. Ну, так ты же по гарантии можешь дешевую ждать оденет, и будет дорогую. Разница. Тут дело не в этом, понимаете. Когда люди, люди это время. Человек покупает, например, при ламочке домой себе, да, у него перегорает. Человек приходит опять ко мне в магазин, тратит древний проезд, вот сюда и все. Ну, ему это не выгодно мотаться, понимаете? Если, например, я пришел за праздник, да, такой вариант, как я думаю, у ССС, например, у него была перегорена лампочка, он не пишет, что у меня перегорела, я приезжаю, забираю, меняю и все. Это был пас, там мои запрады большие будут. То кто делал времени? Лампочка, такая вещь, которую ты купил, поставил и забыл. Личный дейс. Приведу пример. Вот у меня там дом, который надо было сделать, там, солодовить и квалифицировать. У меня есть парень, который, там, из Китая, из Китая, Китая, привозил, получается, правильные лампочки, реле и прочие все вещи. То есть он приехал ко мне в гости, мы с ним пожарили мясо, провели чудесное время. В итоге он посчитал, сколько мне их нужно, и мне их адресно от него привезли. Теперь, когда у меня сгорают лампочки, то есть я там аккуратно их складываю, перезвание сбрасываю на лайк, там, что написано, и получаю от него это обратно. Почему? Он так же сказал, что у тебя там есть 10 лет, и там свет у тебя там, это теперь моя проблема. Я человек слова, как он. Поэтому все сгоревшие лампочки теперь в одном месте, да, как бы он решает. Поскольку он был в себе уверен, то пересылку по новой площади он взял на себя. Поэтому, вот, я надеюсь, одно лицо, которое у меня назначено ответственность за лампочки. Да, типа, что он делает с китайцами, которое там... Дома еще нет 10 лет. Я там приехал, там, порядка 5 лет назад. Часто вам дело за меня. Вот. Что он делает с китайцами, когда я присылаю свою лампу, это его вопросы. Это честная сделка, да, как-то. Он хотел помочь, он помог, и мы дальше ведем с ним бизнес. Там, все в порядке. Только думайте перевозы брата, потому что, ну, там... Приехать и поменять у вас лампочку в магазине, иногда стоит по деньгам похожее на стоимость лампочки. Конечно. Потом говорите, грейте вы в аду, что-то, что я повелся на это, да, как бы, ну, я там больше такое делать не буду. Но сервис работает. Спасибо. Спасибо вам большое. У нас осталось 3 минуты для завершения еще одного участника. Послушаем. Вы самая такая группа, которая делает это в своем темпе. Да. У меня все это сказали. Да. Еще раз. Меня зовут Петр. Это компания «Столерность» и «Короленко». Производим мы гебельные аксессуары, шкатулки, всевозможные коробочки красивые, премиум-классы. Что это бизнес? Ну, вот, почти тихо. Вот так. Почти тихо. У вас все пальцы на руках, господи. Нет, я, кстати, вообще не «Столер», и «Столярки» мало. Мне шарит. Вот. Смысл такой, что мы достаточно хорошо стартанули, быстро, набрали заказов, потом в какой-то момент не смогли их выполнить. Ну, не какой-то момент, а сразу не смогли их выполнить. Выполняли половину. Вот. Потом начали масштабироваться, развиваться, поднимать цены. За три года мы подняли почти в четыре раза, и ничего это не изменит. Но это вот был вопрос, как раз стоит масштабироваться, или можно поднимать цены до тех пор, пока это можно сделать. Вот. Так мы, ну, так и делали. На сегодняшний момент вопрос о продажах розничных не стоит, потому что большая часть, ну, скажем так, 50 на 50 – это повторные продажи, это клиент-сервис, то есть… Клотая. Да. Мы перезваниваем после покупки, там, через день и через месяц, спрашиваем, как тут. И, ну, там… Практически сейчас… На сколько раз загружено производство? Ну, мало бога мы не берем все. Все понимают, да, причину счастья, почему не нужно никто. И вы здесь для того, что… Да, буквально месяц назад мы планировали, услышали такие пожелания заказчиков открыть филиалы представительства шоурумы по регионам Украины для того, чтобы можно было это посмотреть вживую. Так, мы продаем все это онлайн, только через соцсети, только через две соцсети. Есть люди, которые не понимают по картинкам, как… Хотят пощупать его посмотреть, потому что продукт там от 100 долларов больше. В общем, мы столкнулись с этим и… нет, нету схемы такой вот работы с дилерами, дистрибьюторами, и это вообще для меня достаточно новая тема. Общение с ними и условия, потому что, в принципе, мы и грозницу продаем, никому ничего не отдавая. Но так будет не всегда, я прекрасно понимаю, поэтому заранее будем как-то подготовиться. Спасибо. Услышал вас. Друзья мои, у нас с вами 2 часа. Время приема пищи, время там, переосмысления. Мне нужен хранитель времени, который 3 часа приведет сюда всех обратно. Кто это будет? От кого больше стекло, кто здесь будет? Нет, это тема съезда. Обычно говорят повышенные отрезки у нас. Итак, кто это будет? Может, попробуют сами прийти? Да, потому что каждый себе будильник поставит. Просто бегать. Одно дело собрать тут в коридоре, другое дело сейчас кто в ресторан, кто куда. Будильники надо завести в 3 часа. Нет.